Здравствуйте, уважаемые слушатели! Я очень рада вас приветствовать и я очень рада познакомить вас с темой, которая меня трогает и которая до сих пор развивается. Потому что действительно великим является ведущей и базовой модельности нашей жизни. И как бы мы ни размышляли на разные темы, как бы ни находили разные смыслы, так величие мы находимся в единой системе жизни, которая управляет ритмом. И это удивительно, потому что ритм является основой всего. И после чего мы с вами приступим к лекции и к семинару, потому что в моем сообщении будет и говорительная часть, я буду приглашать вас к диалогу, и мы с вами будем делать маленькие упражнения для того, чтобы понять, каким образом ритм и музыка связаны внутри нас, каким образом они управляют нашей жизнью. И почему именно ритм и музыка имеют такое колоссальное значение в исцелении души и в лечении такой гармонизации состояния. И об этом, в такой группе люди говорят, наверное, только в последнее время, при длинном всевозможных инструментах изменения, мы можем буквально точно и рационально ответить на волнующие, в такой группе людей вопросы. Почему именно тот или иной ритм нас удергли в состояние равновесия, или же привыкли в состояние благости, удовольствия и радости. И так, что такое ритм? Ритм, на самом деле, имеет очень много значений. И, наверное, самое широкое определение, которое охватывает все значения этого слова, может платон, который сказал о том, что ритм — это порядок движения. Действительно, ритм организует движение в какой-то свой определенный порядок. Например, сейчас я говорю в спаме, и мой темп ритма голоса приглашает вас к особому воспринятию. И если вы, так скажем, имеете свои аудиозаписи и послушаете, как вы говорите, то вы услышите, что на самом деле каждый раз в определенном состоянии днем, утром, вечером, в состоянии выгнуждения, в состоянии тревоги, в состоянии апатии, усталости, ритм вашего говорения будет отличаться. И как будто бы ритм говорения приглашает нас к такой встрече с тем, как мы органируем внутри. И в этой связи мне хочется пригласить вас к такой небольшой визуализации. Ну, со временом копирника мы теперь знаем, что планета Земля не в круглой форме. То есть не плоскую, а именно в круглой форме. И действительно, в нашей жизни существуют две такие удивительные силы, очень неизбежные. И даже если мы о них не знаем, они все равно существуют. Это сила гравитации, с которой мы встречаемся, как только появляемся на свет, и нас буквально притягивает к центру Земли. И другая сила, центробежная сила, которая нас притягивает к тому, кто нам горит, кто нам назначен, кто нам интересен или что нам интересно. И в этой связи, конечно же, мы являемся частью ритмических узоров Вселенной. И в силу того, что мы находимся на планете Земля, так случилось. И где бы мы с вами сейчас не находились, на какой бы точке планеты мы сейчас не находились, так ли мы с вами находимся в окружении внутреннего поля Земли. И поэтому ритм Вселенной играет колоссальную роль в нашем переживании себя. И также, помимо этого, мы находимся в природной системе. и это буквально те ритмы, организмные ритмы, природные ритмы, которые приглашают нас исследовать синхронизацию нашего биологического ритма, организма, с той средой, где мы находимся. И если, например, там, где вы сейчас находитесь холодно, это будут одни ритмы. Если там, где вы находитесь сейчас жарко, это будет совсем другие ритмы. И каждый раз при сменении сезона, каждый раз при сменении месторасположения, наш организм начинает адаптироваться к тем природным циклам или к тем биологическим ритмам, которые существуют в той точке мира, где мы, куда мы пребываем. И на виду с этим, если посмотреть действительно на наш организм, как на систему, разных систем, то наш организм представляет собой такой оркестр. И буквально у каждого органа есть свои ритмы активности и свои ритмы пассивности. И буквально у каждой системы есть свои часы включения и проявления наибольшей выразительности и, соответственно, часы засыпания. И вот сейчас, когда вы слушаете меня, и когда вы находитесь на той точке комнаты или пространства, где вы сидите или лежите или стоите или идете, обратите внимание, что в эту же секунду вы дышите. И в эту же секунду каким-то образом бьется ваше сердце. В эту же секунду каким-то образом происходит движение крови по вашим сосудам, которые запускает сердце. В эту же секунду происходит работа всех систем, грудной системы, лимфатической системы. В эту секунду вы совершаете небольшие движения и, соответственно, ваши суставы тоже перемещаются в каком-то определенном ритме. И это... Если бы у вас эти ритмы стали звучать в темпе как в перкуссионном оркестре, то вы бы услышали музыку своего организма. И в этой связи очень важно, чтобы наш внутренний ритм, который создает наш организм, был синхронизирован с так называемым ритмом, который нас приглашает, который нас приглашает социальная система. Это тот мир, который нас окружает, который состоит из людей, который состоит из задач, который состоит из той социальной активности, которая приглашает нас в взаимодействие с окружающей средой. И если говорить о мгновенном состоянии человека, то гармоничное состояние человека очень связано с тем, насколько синхронизируется наш биологический ритм, естественный ритм существования нашего организма, социальный ритм, который того пространства, которое нас окружает, с биологическим ритмом природы и, соответственно, с космическим ритмом который определяет среди вселенной. И если так интерполировать всю эту историю, то в одну секунду, в одно мгновение мы с вами можем услышать, как наше сердце бьется внуй сон с тем ритмом жизни, которую мы выбираем. Бьется внуй сон с той природной историей, где мы находимся. Бьется внуй сон с тем социальным спектром разных задач и отношений, в которых мы танцуем, в которых мы упадаем. И, соответственно, бьется внуй сон с теми ритмом селения, в которой мы живем. И даже если мы об этом не знаем, и даже если мы не придаем это значение, мы все равно находимся в этой связи. И поэтому для того, чтобы управлять своим состоянием, очень важно понимать, насколько то, что происходит у вас внутри, в соответствии с тем, что окружает вас. И действительно, изначально очень хочется пригласить такое понимание, с которым мы сталкиваемся, как только приходим в этот мир, как только мы рождаемся. И как только мы появляемся на свет, мы сразу попадаем в окружающий мир. и у нас есть зима, весна, лето, осень. И у нас есть температурный режим, у нас есть, соответственно, все то, что составляет некоторую периодичность из поход веков. Год за годом Земля совершает этот круговорот. И также и мы вместе с Землей тоже совершаем этот круговорот. И вот каким образом мы начинаем реагировать на эту историю? Мы начинаем реагировать с помощью резонанса. Потому что в данном случае мы начинаем с помощью резонанса синхронизироваться с лицами вселенной. И таким образом начинает синхронизироваться наш организм. И приспосабливаться к тем или иным условиям среды. И поэтому люди, которые родились в тепле, для них естественно является лицом солнца и более бурная активная жизнь. и музыка соответственно тоже будет более бурная активная и там очень много движения, подвижности и очень, ну как бы, мы даже говорим, горячая кровь, да, и очень бурная темперамент. И если это люди севера, где действительно очень много, где очень много темноты, холода и меньше солнца и тепла, мы говорим о более замедленном темпе. Как будто бы вся природа и, соответственно, организм человека тоже находится в таком замедленном энергосберегающем ритме. И это будет более мудленная музыка, это будет более четкий, непосредовательный, более медленный темп. и это соответственно приглашает к такому, может быть, более думочному, последовательному принятию каких-то шагов для того, чтобы сохранять внутреннюю энергию и тепла. Ну и так далее. Я сейчас назвала на самом деле очень такие полярные точки, потому что каждый раз при переходе из одного сезона в другой сезон, мы на себе отмечаем и говорим простую вещь, ой, я люблю весну, или вообще терпеть не могу осень, а кто-то говорит, знаешь, мне все нравится, потому что я люблю зиму, весну, осень, лето, потому что как-то все хорошо по-своему. Я теперь приглашаю вас вспомнить о том, ну как вы проживаете все эти сезоны. И вспомните лето и что происходит с вами, какая активность, появляется у вас. Что происходит с переходом к осенью, тогда только-только начинает накапывать дождик, и становится холоднее, листья начинают опадать. Что происходит тогда, когда появляются первые заморозки и приходят петли мороза или наоборот, то есть вопрос становится холоднее. И что приходит с первой капелью, и что приходит с тем, пробуждает землю и почки напухают, начинает расцветать цветы, начинает расцветать вести, если тогда доживает. И, конечно, мы являемся частью, потому что мы являемся частью всего. И нам, конечно, кажется, что ритмом действительно управляет обычные часы. Как честно, у нас с вами 12 минут. И как будто бы каждая минутка определяет состояние. На самом деле нашим состоянием определяют не менее хронологические часы. Мы подчиняемся внутренним часам и ритмом вселенной. И именно это управляет нашим психоэнсоциальным состоянием нашей жизни. Итак, что управляет ритмом жизни? Ритмом жизни управляет геной, потому что не отвечает за наши биоритмы. И сколько бы человек не выравнивал свой естественный ритм потребованный цивилизации, перевезет часы, освещает помещение в темное время и суток, добра, солнце, света, наш организм продолжает жить по законам природы. И это доказывает эксперименты, в ходе которых переводные птиц и животных, падающих в спячку, удерживались в искусственной среде с постоянной температурой и 12-часовым циклом дня и ночи. Однако они все равно вели себя так, как будто бы жили в естественных условиях. Птицы дважды в год поменяли беременные, готовились к переводам, а животные набирали вес и засыпали. И это действительно удивительно, потому что как бы действительно меняли часы, мы как будто бы очень привыкаем к тому, к ритму жизни, который верит для нас естественно. За это отвечает наша гена. Также наш ритм в жизни управляет цикличность. Это то, что задает наш организм. Например, сердце пульсирует каждую секунду, желудок настроен на 2-3-часовой цикл, а уровень гормонов крови подчиняется суточным, месячным и даже ритмным циклам. И наиболее четко приводится к валибанной технологической функции в суточном, месячном и сезонных ритмах. И действительно, каждый раз цикличность определяет в нашем состоянии. У каждого органа есть свой цикл. И соответственно, у каждой системы есть тоже свой цикл. Также нашим ритмом в жизни управляют пейсмекеры. Это особые клетки, которые заложены в живых организмах и которые помогают нам согласовывать суточные ритмы. И наша нервная система имеет подобные нейроны, которые придают всем организму сигналы точного галактического времени. И поэтому есть среди слушателей люди, которые просыпаются рано утром, их называют жабрым. Есть люди, которые очень любят ночное время, как будто ночью появляется максимальная активность организма, их называют солны. А есть люди такие укропы, которые очень могут легко регулировать и утренние, и вечерние часы, их называют часто голодными. голодными. И иногда даже есть люди, которые как будто точно знают, сколько сейчас времени. Или как будто точно знают и могут определить, что сейчас прошла минута. Или точно понимают, могут управлять своим просыпанием и назначить время просыпания в 6 утра и проснуться в это время. подключить как погодиннику. Но на самом деле наши внутренние часы очень не любят, когда им искусственно подкручивают стрелки. И обычно внутренние часы, если мы их начинаем ужимать, то они начинают нам в кавычках мстить высокой утомляемостью, разгражительностью, ухудшением памяти, нарушением различных циклов пищеварительных, гуморальных и так далее любых циклов. И что происходит? Что такое подключение стрелки? Это когда мы перестаем держать свою ритму. Это когда мы перестаем обращать внимание на то естественное ритм, в котором мы находимся в такой адекватной активности. Когда мы действительно начинаем себя подгонять, торопить, когда мы начинаем себя измерять тем тем, который для нас не является естественным. Что еще управлять ритмом жизни? Конечно солнце. И для того, чтобы получить свою порцию солнца, нам нужно гулять на улице как минимум 2-3 часа ежедневно. И это очень важная часть. Поэтому если мы находимся в помещении и находимся в искусственном солнце, то наша активность снижается. И соответственно наш способ этой реальности начинает носить измененный характер. Мы стали раздражительными или внимательными. Или мы начинаем подать спячку. Как будто она надевает лень, мы не можем никак себя поднять. И очень важно понимать, что освещение это важная часть для нашей жизнедеятельности. И конечно же с одной стороны никогда эллипическая ламка, настольная ламка не заменит солнце, потому что эллипический свет совсем имеет другой спектральный состав. Но для того, чтобы поднять свой настрой или как-то улучшить свой активный тонус, важно увеличить электрический свет. И поэтому часто утром для того, чтобы как-то пробудить себя, мы включаем свет. Или ночью, то есть нам важно тоже включать свет, потому что если горит только настольная лампа, которая поглушенная, мы тоже вместе засыпаем. Поэтому очень часто настольная лампа имеет такой очень яркий проявить электрический свет. Следующее, что же проявляет рифм жизни? Это синхронность. Это на самом деле одна из таких важных характеристик, которые как раз и согласовывают наше существование под Солнцем, наше существование в пространстве мира, в пространстве отношений. И если посмотреть буквально на понятие синхронии, то действительно синхронность как раз создает переживание гармоничного сочетания ритма. Если говорить об отношениях, когда мы находимся с кем-то в паре, то это какой-то вдох совпадает с каким-то выдохом с каким-то вдохом любого человека. Потому что синхронность это буквально соединение ритмов, которые объединены одним метром. буквально недавние исследования показали, что зачатие ребенка совершается благодаря тому, что гейциклетка и спинтозоид находятся в синхронном ритме. И только когда гейциклетке попадается в тот спинтозоид, который синхронизируется с ним в одном ритме, буквально точь-в-точь. Вот уже секунду происходит соединение и все закрывается и зарождается жизнь. А вот в данном случае синхронность является первой основой и основой естественного переживания жизни, здорового, развивающего, поддерживающего. жизни. то, что определяет наверное такое благостное, чудесное состояние. Такое состояние внутреннего покоя счастья, еще называлось состояние потока. Но однако существует другая история и навсегда наш внутренний ритм совпадает с внешним ритмом, социальным ритмом. И навсегда наш внутренний ритм принимается нами, потому что мы все равно живем в системе социальных отношений, которая заставляет нас буквально откручивать стрелки часов. Мы торопимся, бежим, чего-то не успеваем. И именно тогда начинает сбиваться дыхание, начинает сбиваться, учащаться пульс, начинает сбиваться разная система организмов. и это как будто происходит поломка внутренних часов. Потому что часы могут идти только тогда, когда шестеренки очень слаженно крутятся в определенные стороны. Только тогда секундная стрелка совершает свой бег, минутная стрелка свой бег, часовая стрелка свой бег. Но если что-то сбивается, то часы останавливаются, ломаются и нужна починка. И для этого я хочу пригласить вас к музыке. потому что музыка к большому счету является очень удивительным и уникальным открытием, которое начинает чинить наши внутренние часы в зависимости от нашего сознания. И об этом было замечено еще в самом современном древнем жизни. И действительно из покойных веков люди собирались на всевозможные ритуалы, когда они совершали определенные движения, когда они пели совместно. и эти песни, это звучание создавало единую ритм. И тогда происходила трансформация и изменение эмоционального состояния. И люди из покойных веков приглашали звучание и подражали звучанию природы для того, чтобы найти согласование и связь с тем, что происходит вокруг них. И буквально через измены этих ритмов, через цифровизацию ритмов, которая отражалась в звуках природы и отражалась звучанием у человека, подошла к пониманию того, кто я есть в этой земле. К пониманию того, как я могу управлять своим состоянием, как я могу встречаться с тем, что происходит со мной в этой жизни. И действительно, почему слушаем музыку узнать наши эмоции? Почему музыка управляет нами, заставляет нас совершать такие поступки, которые в обычности они никогда были совершены? Почему романтическая музыка вдохновляет нас, и мы буквально чувствуем себя теми, кто летит на крыльях, и нам хочется совершать удивительные поступки, и мы чувствуем себя лучше, выше, чище, красивее? и почему с нами это происходит? И действительно, ответ на это лежит с одной стороны в структуре нашего мозга, а с другой стороны ответ на это лежит в структуре восприятия музыки. Ну, еще, наверное, с нашего мозга, это такая важная часть, потому что благодаря сейчас нашему мозгу вы слушаете меня и принимаете буквально те слова, которые я произношу, и составляете какое-то свое переживание. Итак, ритм и наука. Современная наука выделяет четыре основных ритма мозга. И это бета-ритм, когда ритм мозга регистрируется в состоянии бодрствования, когда приходится много активно думать, когда внимание направлено в огне. И это на самом деле уровень нашего обыденного сознания, который подадает чувство восприятия внешнего мира. Это наша такая активность. И вот буквально, когда я сейчас говорю, я начинаю говорить быстрее, и я приглашаю бета-ритм. Это действительно ритм, который приглашает активно действия, активные игры. И этот ритм, который проявляется у ребятишек, когда они входят в такую социальную активную позицию. Это буквально от 5 лет, когда начинают взаимодействовать, им нравятся очень активные игры на воздухе, и они очень активно проявляют себя, и тогда мы скажем, боже мой, сколько живущей энергии, и сколько как они смогут делать, 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 и как они и из одной игры переходят в другую игру, и так далее. Это альфа-ритм. Следующий ритм это альфа-ритм. И альфа-ритм предполагает, что он приглашает ритм мозга в состояние бодрствия во время отдыха. Это такое активное переживание отдыха. Это состояние отдыха в таком медитативном состоянии, когда мы можем визуализировать, когда приходят переживания выдоха, релаксации. И про альфа-ритм сейчас написано очень много, потому что именно альфа-ритм приглашает к такому уровню сверхсознания и переживания свободы творчества, полета, фантазии, воображения. И наиболее активно этот ритм появляется у детей от до пяти лет, когда им начинают воображать, фантазировать. и очень-очень много-много играть с образами, могут легко превращаться из одного образа в другой образ. И для них это является очень естественным, абсолютно естественным. Следующий ритм это тета-ритм. Это ритм, который соответствует такому глубокому сну, или же ввиду медитации. И именно этот ритм приглашает вот такое состояние, которое находится между сном и бодрствованием. Это ритм колыбельный, который приглашает такое засыпание и буквально такое сновидящее пространство. и это ритм владельчества. Потому что именно тета-ритм приглашает нас большее переживание доверия в пространство, в котором мы находимся. Это удивительный ритм, который соглачен с гематическим трансом. И это такое сумочное состояние, в котором увеличивается активность нашей памяти. Именно поэтому исследования накаливания на обучение во тени показывают очень хорошие результаты, потому что происходит особое дополнение информации. Именно поэтому дети рассказывают разные сказки. Когда на экономальном уровне в определенном ритме детей приглашают к тому культурному слову, в котором они живут и соответственно с теми выборами, с теми решениями, которые совершает герои и приглашают к пониманию основы жизни на очень символическом уровне. сознания. И это таинственное особое состояние сознания. И долгое время ученые могли исследовать их средний мозг, потому что обычный человек не может долгое время оставаться без того, чтобы не свалиться в сон. И вот это такая особая история про только вовну. И следующий ритм это дельтаритм. И дельтаритм характерен для ритма вновка, который находится в глубоком сне, без сновидений. И этому уровню соответствует уровень безсознательного, предполагающего человека, слияния человека с природой. С той архитектической давностью, с которой мы буквально все время соприкасаемся и неважно знаем мы об этом или динамик. И это удивительные волны и они поменяли тогда, когда мы засыпаем и продолжаем преобладать состояние глубокого сна. И есть предположение, что дети находятся утрой без мамы. Для них характерны тоже этот эритм. И буквально с отимеченного возраста в перинатальном периоде неродившиеся младенцы сновидят вместе с мамой. И они сновидят свои сны. как будет через сновидящее пространство они встречаются опять с той символической реальностью, в которой они живут. Буквально. И предследователи уверены, что именно в Дельта-Волне присутствуют целители и состояние целительства. И экстрасенсы по-моему получили информацию. И Дельта-Волны они действительно приглашают к какому-то такому видению и чувствованию ощущения мера данного в такой нелогической последовательности, нелогического понимания. И также было обнаружено, что повышенная активность Дельта-Волна наблюдается как следствие электронных галоктров, когда соревновалась ткань грудца. И когда обратная связь корково-калонической петли нарушается. И тогда возрастает очевидно, что мы прилигиваем расставаться в неком подобии сознания на фоне активности Дельта-Волны. И мы знаем еще много случаев, когда люди следствия Трам получали такую способность видеть и способность буквально сновидеть обычные истории и так далее. Сейчас очень активно люди смотрят битвы экстрасенсов. Очень много на эту тему есть в средствах массовой информации. И в течение соответственно в течение дня и даже в течение минут мозг обычно производит некоторое количество всех видов лом. И для специфического вида активности или поведения мозг способен позволить изначально лом способно одной этой группы. И здесь это очень важный факт, потому что действительно мы самостраиваемся с теми видом деятельности и соответственно мы самостраиваемся с теми видом активной деятельности, специфической деятельности. Это то, что касается мозга. И еще один важный факт, который как раз отвечает на вопрос Почему я начала именно с ритмов мозга говорить, это то, что оказывается существует обратная коррекционная связь между активностью коры головного мозга и взглядом в музыке. Проводились исследования, направленные на поиск связи между различными органами и системами и восприятием музыки. И было обнаружено, что на самом деле существует положительная коррекция между следующим собственным системам и обратной коррекционной связи между корой головного мозга. И наряду с этим был проведен эксперимент и одних людей просто приглашали в комнату и включали им музыку и делали замеры интернет-состояния до и после. А, соответственно, других людей изначально мотивировали, рассказывали про произведения, которые им будут вставить, про автора этого музыкального произведения, настраивали на прослушивание музыки. И, соответственно, тоже приглашали в комнату, включали музыку и делали замеры до и после интернет-состояния. И было обнаружено, что на самом деле тех людей, кого не предупреждали, кого не снаностряли, они не показывали большую разницу между интернет-состоянием, между до и после прослушивания музыки. То есть изменения практически не наблюдалось. И во второй группе людей, во второй группе испытываемых, было обнаружено значительное достоверное изменение психонационного состояния. И в этом, на самом деле, тоже есть очень много как раз отликов на то, что если мы не настроим коругу нового мозга на восприятие музыки, то как будто бы наш мозг начинает сопротивляться. И в этой же связи проводились исследования, направленные на измерение свечения органов при прослушивании музыки. И, наверное, это была самая удивительная история, что в небольшом свечении в резонанс входил наш инструмент, которым, оказывается, мы слушаем музыку. Это и наше сердце. Действительно, мы слушаем музыку, не головой, а сердцем. И именно сердце откликается на те ритмы, которые заложены внутри музыки. И именно сердце как будто бы определяет, какая музыка им подходит, какая музыка им не подходит. И именно сердце откликается на ту элодию, тот ритм и метр, который есть внутри каждой музыки. И именно сердце откликается на тот иностранный окрас, который присутствует в его музыкальной просветении. Поэтому, если отвечать на вопрос, почему музыка управляет нам, не доставляя нас совершать такие поступки, которые в обычном состоянии нам не совершили, наверное, ответ заключается в том, что это потому, что мы музыку слушаем сердцем. И действительно, каждая мелодия, которая звучит в нашем сердце, она отражает в нашем сердце состоянии. И каждая мелодия, с которой резонирует наш сердечный выбор, она приглашает нас к приниманию того, что происходит с нами. И тоже удивительный факт, ну вот по роду своей деятельности, в действительной практике психотерапии, я очень часто сталкиваюсь со следующим аспектом. Очень часто люди выбирают для себя людей, которые трогают, если, например, это песня на языке незнакомым для них, если смотреть перевод, то, как правило, для детей является очень большим удивлением, что, оказывается, даже не зная слов, даже не зная, о чем песня, они как будто бы находят песню, которая откликается на их внутреннее состояние, которая как будто бы говорит и поет о том, о чем они болят, как будто бы эта песня, которая выбрана сердцем, и которая почему-то очень приглашает слушать снова и снова и снова, она помогает переживать те незнакомые состояния, которые снижают, может быть, способность видеть, слышать и быть в буквальной реальности. Потому что именно эмоции приглашают нас в такое выскаженное восприятие реальности. Именно эмоции начинают создавать определенный метр и определенный ритм для работы всей нашей системы. И именно эмоциональное состояние, оно является буквально дирижером того, как начинают работать наши нервные системы, наши моральные системы, эти речесосудистые системы и так далее. И в этой связи, конечно, очень хочется сказать о том, что если музыка так влияет на наше состояние, и если наши эмоции так тоже определяют наше состояние, то, скорее всего, музыка может помочь справиться с нашими эмоциональными переживаниями и гармонизировать наше состояние. И поэтому, прежде чем мы будем говорить о том, как музыка может помочь, наверное, важно ответить на вопрос, как человек признает и воспринимает музыку. Итак, как же это происходит? И, наверное, соединение это в основном лежит в ритмическом рисунке. Проводилось исследование, направленное на историческое изучение музыкального ритма. И это исследование показало, что ритм музыки способен вызывать интегративные изменения ритмов организма. И этим вызвана заранительность ритма. И способность ритмов заражения, подчинения в себе, дает возможность использовать его для координирования совместных действий и регуляции внешних внутренних процессов, развития самоконтроля, воли и преодолеваемой пассивности. И поэтому из таков веков музыкальные ритмы использовались для вдохновения, для успокоения, для возбуждения, для выражения. И если мы посмотрим на различные обрядовые истории, на различные народные песни, которые святые и музыка, которые связаны с теми или иными периодами сезонности или ритуалами, мы обратим внимание, что в каждой песне, в каждой музыке есть определенный ритм. Как, например, ритм колыбельный, или, например, ритм марша, или, например, ритм трудовой песни, или, например, ритм обрядовой песни плача и так далее. То есть как раз, когда мы начинаем приглашать ритм в свою жизнь, и таким образом мы начинаем откликаться на то, что нас соединяет с той или иной историей. И буквально через ритм, через заражение, через резонанс, мы как раз начинаем изменяться. И поэтому очень важно понимать, какой ритм, какой ритм меня поддерживает, какой ритм меня разрушает. И для этого я сейчас хочу пригласить вам буквально на несколько секунд тишины. И я хочу пригласить вас к тому, чтобы вы прислушались, как вы сейчас дышите. Как вы делаете вдох, как вы делаете выдох. Убились паузы перед вдохом или после вдоха, перед выдохом или после выдоха. И буквально сейчас прикоснитесь к своему сердцу и послушайте, как стучит ваше сердце. И попробуйте одновременно услышать вот это созвучание вашего дыхания в вашем сердце. Может быть, ваше сердце стучит чуть-чуть быстрее, чем вы дышите. Может быть, это очень совпадающее. А может быть, как будто бы это очень несогласованное. Дышите как будто и в одном ритме, и на сердце бьется законом. Но вот именно вот это созвучие нашего дыхания и наше сердце само череда и определяет наш естественный вид в данном состоянии, в котором мы находимся. И на ряду с этим я хочу пригласить вас еще ответить на такой простой вопрос. А что я сейчас ощущаю в теле? Например, я сейчас переживаю интерес с одной стороны, а с другой стороны испытываю волновение. Потому что наш формат работы не предполагает тому, чтобы было вас всех видеть. И мое волновение заключается в том, что я не вижу выклика, как для вас то, что я говорю. И при этом у меня есть интерес о том, как действительно звучит ритм вашего сердца в ритме вашего дыхания. Если бы не показалось, что если мы перестаем дышать свой ритм, мы сразу же попадаем в ситуацию истощения. Мы сразу же попадаем в ситуацию перенапряжения. И тогда к нам начинает переходить различные группы самозущественных заболеваний. И если мы долгое время отказываемся от своего ритма, долгое время мы слушаем себя, долгое время забываем обращать внимание на свое дыхание, оно начинает взбиваться, и как будто бы организм нам подчиняется, и мы начинаем болеть. И в какой-то момент времени приходит такая история, что как будто болезни начинают управлять нами. Однажды в уличном фестивале в Перми мы как участники жили в одном из санаторий. И, соответственно, спускаясь в конференциал, когда проходили у нас всевозможные мастер-классы, я видела в коридорах, там, где был прием врачей, там что-то был в санаторий, мы видим очень много людей. Эти люди уже были не слишком древом возрасте, мы были где-то 60. И мы сжимали сердце от того, что я видела, как они переживают свое существование здесь и теперь. Как действительно болезнь пришла к нему, как будто бы болезнь были по кабинетам, и так случилось, что она болезненно стала такой формой активности, коммуникации. Я видела, как люди с упоением говорят о том, что не болит, какие они лекарства приняли, принимают, что они делают для того, чтобы убедить свою болезнь. И в районе с этим я слышала так много энергии в том, что действительно именно их физическое состояние стало такой, ну, пробило такую форму активности в жизни. И тогда я стала думать о том, что же, собственно, произошло и почему так происходит в реальности, что буквально, когда мы маленькие, мы используем ресурсы нашего организма, мы двигаемся, убедаем, и потом, когда мы вступаем во взрослую жизнь, как будто бы уже не мы танцуем в жизни, а жизнь начинает танцевать. Как будто бы мы не выдаем ритм жизни, как будто бы жизнь начинает нам создавать тот ритм, в котором мы еле-еле успеваем поспать, еле-еле успеваем вдохнуть, выдохнуть, еле-еле вообще успеваем увидеть то, что уже пришла весна и наступил новый год. Потому что с каждым годом темно все усиливается и усиливается. И в этом есть тоже какая-то такая удивительная история того, что мы перестаем видеть ту базовую ценность, которая нам дана природа. Это наш нервный рисунок, это наш рисунок нервной системы, которая определяет наш тенд, наш интенсивный. И, наверное, одна из самых главных задач, когда мы находимся уже во взрослом возрасте, это стать для себя достаточно хорошими равниками, чтобы сильно услышать, какую музыку поет ваше сердце, какой ритм задает естественный ритм вашего дыхания, который приводит к состоянию активной бодрости. И это как раз то, что мы можем очень легко увидеть через восприятие нами тех звуков и того звучания и музыки, которая нас привлекает. И так, конечно же, помимо прослушивания музыки, которая, естественно, имеет террористический эффект, я уже не говорила, потому что, действительно, когда мы начинаем слушать музыку, как-то меняется наше состояние. Когда мы начинаем петь и начинаем звучать, тоже меняется наше состояние. И когда человек поет, то он счастлив. становится видимо только тогда, когда мы начинаем это делать. И когда мы начинаем находиться в том сообществе, где это происходит. И поэтому с таком веков, неважно, в какой культуре мы находимся, всегда собирались люди для того, чтобы петь, звучать, для того, чтобы слушать музыку. И это являлось важной частью культуры. И, конечно же, наряду с тем, что музыка имеет террористический эффект, существует такое направление, террористическое направление, которое называется музыкотерапия. Это психиатрористический метод, который использует музыку в качестве лечебного средства. И в данном случае музыка является и средством диагностики, и средством исцеления. И в отличие от литератического эффекта музыки, музыкотерапия как раз направлена на специфическое изменение и коллекцию эзонных отклонений, страхов, двигательных речевых расстройств. Психиатрористических заболеваний, возникновение поведения, мокротивные тренинги и так далее. И у музыкотерапии на самом деле очень много разных проявлений. Действительно, если говорить о музыкотерапии, еще музыкальной терапии, то музыкотерапия и музыкотерапия показана для снятия стресса и облегчения боли у детей. для повышения резервных возможностей организма человека в центре здоровья, для больных в больнице и настрой, для взрослых и устраненных развития, для контингента психиатрических клиник и больниц всех взрослых рыб, для людей с психосоматическими заболеваниями, для детей, которые страдают нарушениями речи, сущих развития и так далее. То есть, по большому счету, у музыкальной терапии, у музыкальной терапии практически нет новых ранений. И лечение и музыкотерапии, она на самом деле очень древняя. И использование в музыке с лечебными целями имеет тысячелетнюю историю. Еще в древней новеллении жрецы-музыканты знали облегчающее назначение отчуждения тяжелых чувств при травмах церемоний. И при травмах церемоний восстановили плачевные песни. Для того, чтобы эту скорбь превратить в нечто чуждое и выразить вовне. И поэтому спокойный кухня Руси тоже в время похоронного нанимали плакать и через то, чтобы голосить, люди проявляли свою скорбь, проявляли это переживание горя и тогда приходилось в состояние светлой печали. Потому что в нашем сердце есть три состояния, которые очень важны для его здорового существования. Это светлая печаль, радость, любовь. Огни, горе, отвращение, стыд. Это то, что разрушает, это то, что приводит к естественному состоянию человека. Это то, что приводит его к не совсем адаптивному поведению. Если говорить о терапии, мне хочется сказать о том, что действительно лечение с помощью музыки имеет древнюю историю. И оно имеет символическое переживание мистическое понимание поклонения музыки до рационального восприятия того, как влияет музыка на состояние человека. И поэтому музыкотерапия мы можем говорить о двух крайних формах. Это активная форма музыкотерапии и рецептивная или пассивная музыкотерапия. Пассивная форма музыкотерапии направлена на то, что пациенты, клиенты, люди слышат музыку. И что музыкотерапия это как внутренний процесс воскресения музыки с терапевтической целью. И здесь мы можем использовать и совместные прослушиванные музыки, которые направлены на поддержание взаимопонимания и доверия. Это музыка, которая приглашает нас к переживанию катарсиса, к переживанию сильных эмоций, к переживанию сильного эмоционального отреагирования. И по какой-то музыке мы начинаем плакать. Какая-то музыка нас вызывает геморический смех. А какую-то музыку мы реально начинаем очень сильно злиться и проявлять себя вовне. И также соответственно есть музыка и слушание музыки, которая направлена на регуляцию и которая способствует снижению нервно-физического напряжения. И чуть позже я расскажу, что действительно существует на сегодняшний момент даже такой плейлист для слушания для различных состояний. Есть музыка, которая способствует развитию активности в умственной деятельности, лучшему запоминанию материала, есть музыка, которая снижает тревогу, есть музыка, которая показывает при депрессии и так далее. Я чуть позже об этом скажу. И также есть активная форма музыкотерапии. И это буквально то, что мы начинаем проявлять действия. Это буквально когда мы сами становимся активными музыкантами. Когда мы сами начинаем музыцировать, звучать и соответственно мы сами становимся тем, кто создает музыку. И это форма музыкотерапии, которая направлена на активную музыкальную деятельность. И мы ее воспроизводим, мы фантазируем с помощью музыки, мы импровизируем с помощью голоса или выбранных музыкальных инструментов. И здесь очень важно обращать внимание на тот принцип, который в свое время разгласил Павел Кню. это один из возможных экспрессив парктерапии. Принцип звучит таким образом. Базовый навык высокой чувствительности. Мы буквально все можем сдавать звук. Например, сейчас я говорю, я тоже даю звук. И буквально можем цокать языком. А вот для того, чтобы через цокание языка отразить свое внутреннее вид, свое состояние, для этого нужна высокая чувствительность. То есть согласованность с тем, внутри. Поэтому сейчас я хочу прорастся с такой звучащей цокольный ансамбль. Например, сейчас мы внутренние переживания от того, что я нахожу в своем ВКонтакте, мы звучат вот так. Это тоже такой цокольный язык. А у кого-то это может быть один ритм, у кого-то это другой ритм. Буквально сейчас попробуйте и позвучите. И вы знаете, когда мы приглашаем себя к активной форме музыкотерапии, тогда, конечно, к нам приходит очень много разных чувств. И нам может казаться это стыдно, неловко, нам может казаться, что мы это не можем делать. И мне очень нравится шутить по этому поводу таким образом. слава богу, что никому в свое время пришло в голову, что читать и писать это какие-то специальные навыки. Но почему-то на сегодняшний момент мы считаем, что звучать, петь, играть на инструментах, извлекать денег из инструментов, танцевать, рисовать, это какие-то специальные навыки. И если мы начинаем думать о себе таким образом, то как будто мы начинаем сами себя ограничивать свои способности проявлять себя выразительно, исходя из того состояния, в котором мы находимся. Итак, есть пассивная и активная форма музыкотерапии. Что же здесь происходит и каким образом ритм проявляется и является цельебром в пассивной и активной форме? Ну, если говорить о пассивной форме музыкотерапии, то не более полезным для нас будет являться тот ритм и петметр, который направлен на выравнение сердечного ритма, нашего сердечного ритма, на выравнение нашего дыхания, на то, что нас приводит в определенное состояние бодрости, состояние равновесия, состояние расслабленного, активного состояния. И если мы вернемся к нашим ритмам мозга, то это буквально те музыки, которые очень созвучны с альфа ритмами мозга. Существует целое отдельное направление, которое как раз оценивает любую музыку с точки зрения ритма мозга и приглашает сборники определенные для прослушивания того, чтобы включать активное состояние. Это одна история. Другая история, которая связана с действительно целительной частью, это приглашение прослушивания обычных музыкальных произведений для того, чтобы найти окрик и резонанс с тем состоянием, с тем, что происходит в процессе слушания музыки. Когда буквально приходят к нам какие-то образы, когда буквально приходят к нам какие-то мысли, смысл, ощущения, и мы потом начинаем анализировать свое состояние через призму восприятия музыки. И тогда мы начинаем лучше понимать себя. И наверняка в вашем репертуаре есть такие очень любимые вами произведения искусства, которые поддерживают вас, которые вдохновляют вас, или которые вас расслабляют, или которые вас побуждают каким-то открытием, или наоборот приглашают ко сну. И поэтому очень важно для каждого из нас иметь такую мурикальную шкатулку, которую каждый раз мы пополняли своими любимыми логиями. То есть любимые эти логии, которые откликаются нам. И здесь можно идти двумя способами. Один из способов это буквально идти эмпирическим путем, по принципу нравится-не нравится, откликается-не откликается. И другой принцип это когда мы проводим диагностику и благодаря исследованию сердечного ритма и подбираем ту логию, которая будет дронизировать сердечный ритм исходя из функционирования организма. И этим как раз и занимается ледопульс. И как раз это одна из разработок этой системы показывает, что действительно благодаря изучению сердечного ритма можно подобрать определенный тент ритма в музыке, который как раз начинает отражать сердечный ритм. Эта музыка изначально может очень не нравиться и она может вызывать очень сильные чувства. И это очень хорошо, потому что именно через отреагирование мы приглашаем наверное наши эмоции стать видимыми для нас. И именно через отреагирование мы как бы эмоционально очищаемся и тогда как слезы как слезы так собственно наши эмоции помогают выражение эмоций помогают нам области равновесия. Поэтому действительно эта музыка которую прописывают врачи музыкотерапевты она для себя может нравиться изначально. Она может вызывать сильные чувства и это очень хорошо. И вы знаете в последние 5 лет в мире психотерапии очень много говорят о человеческом мире человека. Человек на самом деле действительно существует развивается и исцеляется только в верных отношениях. Только когда есть некое отражение того что происходит с ним. И поэтому когда мы вступаем в любые отношения с музыкальным искусством мы вступаем в отношения с визуальным образом или с человеком или с каким-то событием когда мы вступаем в отношения происходит всегда некое проявление себя в этих отношениях. Ну буквально если говорить исследование которое провело в публике показывает что ребенок без эмпатического без активного отражения матери может быть младенец в поиске чуть больше минуты. То есть исследование состояло в следующем есть младенец и есть мама и мама активно разговаривает с младенцем и младенец откликается и они находятся в таком зеркальном отражении друг друга они вместе смеются или там вместе чем-то интересуются и она пытается найти отклик того что младенец делает как-то ищет разговаривает с ним и в какой-то момент это лицо мамы перестать откликаться на любую активность младенца становится практически безучастным и младенец сначала пытается вернуть маму буквально повторяя все то что они делали до этого пытается привлечь маму внимание звучать дотрагиваться до мамы ну как-то проявлять активность его экспрессия поведение вырастает и где-то минуты мыслей посекун и ребенок впадает ну впадает такой хаос начинает очень сильно плакать случается истерика и потом когда мама возвращается сразу же откликается и начинает с ним разговаривать ребенок возвращается в эту активную деятельность и эти исследования показали как раз что очень важно не страшно то что мама отключается важно как раз то что мама возвращается то есть вот этот подкрик возвращается то же самое происходит когда мы используем музыку в терапевтическом эффекте очень важно когда музыка является отражением нашего тела состояния которое как раз помогает нам отреагировать все то что происходит у нас внутри и буквально через литератический рисунок через метр через мелодию мы соприкасаемся даже не называя даже не зная с тем пластом который у нас есть и как только он проявляется мы можем быть свидетелями тех аффектов которые буквально заставляют болеть в нашем сердце или делать невыносимое наше существование и это может быть и гонит это может быть и печаль это может быть и стыд это может быть не знаю злость это может быть любые абсолютно чувства которые боли одиночества отверженности покинутости это могут быть любые чувства которые приходят к нам и таким образом через дрожжение происходит исцеление это как раз то что касается пассивно использования форм музыкотерапии когда как раз мы вступаем в такой регонанс с теми метрами с теми метром и с теми ритмами которые звучат мелодия конечно же мелодия в данном случае играет больше такой эмоциональный окрас и он приглашает соответственно большему эмоциональному опыту человека и другая форма это активная форма где сам человек является активным участником буквально вот то что он начинает проявлять что здесь является интересным и почему именно эта форма на сегодняшний момент является совершенно популярной вы используете групповую я часто скажу групповую форму терапии используют из дальней работы это когда мы буквально начинаем проявлять ту музыку которая рождается здесь и теперь это когда мы буквально начинаем обладевать тем ритмом и встраиваться в общий ритм группы или того метра который задается терапевтом или который задается группой или который вы задаете сами и вот эта активная форма она как раз приглашает нас к пониманию того как я звучу в этом пространстве и буквально обладевая ритмом и мелодией приглашает нас к обладению своим эмоциональным состоянием и буквально через музыкальные инструменты через звучание музыкальных инструментов или звучание голосом мы начинаем изменять свое эмоциональное состояние здесь и теперь и мы в данном случае являемся активным участником изменения своего состояния и таким образом мы вырабатываем навык управления и регуляции своего психоанционального состояния очень интересный факт по поводу колыбелья я очень очень люблю который как раз касается управления своем социальном состоянии но долго время бытовала такая фантазия что колыбелья поется для детей и исследования показали что если мы начинаем петь колыбельные дети непосредственно вот такой коммуникации направленной смотря на ребенка и начинаем петь колыбельные он возбуждается и его усыпить практически невозможно а если мы начинаем петь колыбельные раскачиваясь очень глубоким голосом опускаясь очень низко таким более предбушенным голосом колыбельные начинает успокаивать младенцы и если обратить внимание на то действие которое приходит это буквально что мама или тот человек который качивает ребенка он начинает успокаивать себя и тогда становится понятным почему колыбельные некоторые имеют абсолютно такие страшные предсказания что не ложись на бочок волчок несет куда-то или вылезешь замуж будешь жить плохо и так далее если мы посмотрим на различные колыбельные то они либо очень очень перегонитарны то есть то что вижу что пою отец пошел за рыбу сестра делает то мама делает то бабка делает то или же они символичные и потешные которые буквально очень мало имеют смысла или они такие страшинки и как раз это приглашает нас к тому что успокоение колыбельные пелец для того чтобы успокоить себя и поэтому мамы те кто укачивали младенца они буквально пробивали все то что их беспокоит пели о трудовых буднях пели о своих страхах пели о всяких дремах или о том что происходит в символическом мире пели что видели вокруг младенцем через голос тот кто укачивает младенца успокаивался заземлялся и таким образом ребенок тоже засыпал успокаивался благодаря тому что успокаивался взрослым и вот это активная форма то есть это такая коровительность активной формы лакотерапии потому что действительно когда мы начинаем пропевать когда мы начинаем звучать это приглашает нас к тому что мы начинаем двигать те процессы которые есть у нас внутри таким образом происходит восстановление общего лифа организма таким образом мы начинаем чувствовать равновесие которое очень связано с переживанием гормонии висика и соответственно которое связано с здоровьем наряду с этим конечно когда мы говорим об активных и пассивных формах музыкотерапии мы также можем говорить о профессиональной музыке и о музыке элементарной то есть той которую мы создаем и конечно если в активной форме собираются музыканты которые знают как звучать знают композиционное построение которые владеют инструментами их анкровизация она действительно будет приглашать к созданию такое произведение профессиональное произведение музыки и если собираются люди которые никогда не держали в руках инструменты это будет совсем другое звучание тогда мы будем говорить о элементарной музыке элементарная музыка это не примитивная музыка это имеется ввиду музыка которые создаются из инструментов которыми люди могут обладать их и из-за которых они могут проявлять себя в этой дисциплине и ввиду с этим это может также иметь как активную так и посильную форму потому что и профессиональную и элементарную музыку мы можем слышать и можем снарядить то есть мы можем обращать внимание на те образы чувства ощущения которые приходят к нам и не вступать за взаимодействие и соответственно мы можем непосредственно быть участниками и использование активных и пассивных форм такого рода звучания такого рода проявления музыки оно как раз приглашает к очень разным состояниям и оно приглашает как раз к очень разным эмоциональным переживаниям которые носят более структурированный характер или не структурированный характер потому что элементарная музыка она по своей природе она не структурированная и она очень часто приглашает великое хаотическое переживание мира и она приглашает к встрече с неоформленными состояниями с неоформленными чувствами ну например давайте скажем новая сна Крылова да когда по квартет когда осел козелы салатом мишкой на селе квартет когда как они там не пересаживались у них музыка никак не шла пока не пришел дирижер так вот изначально вот так работает система элементарной музыки когда люди выбирают инструменты разные инструменты обычно это инструменты перкуссионные то есть это какие-то погребушки или какие-то бундочки свистки и пробуют различное звучание их обучаются чуть-чуть барабаны могут быть тарелки ну и какие-то ну или это могут быть музыкальные инструменты или например это могут быть ну какие угодно предметы потому что например сейчас я буду стучать с ручкой по столу и это тоже является музыкальным инструментом если через колбачку да я могу также стучать пальцы по столу это тоже будет следать с инструментом я могу стучать по телу я могу буквально щелкать то есть здесь инструментом может быть все что угодно или например здесь у меня стоит чашка да я могу по чашке скучать или там я могу издавать звуки дыхания могу подсвисты или там могу щелкать языком и так далее то есть я могу использовать абсолютно любой инструмент начиная от здесь нет бумаги да и заканчивая ну не знаю струнами гитарой там или заканчивая какими-то ну реальным инструментом и каждый может выбрать себе свой инструмент или этот инструмент изначально выдается монкотерапевтом предлагается участниками и соответственно сначала идет спроба пера и люди пробуют позвучать немножко позвучать и соответственно настраиваются с этим инструментом и ищут комфортный для себя способ звучания и мне очень жаль что сейчас не могу услышать всех и я пригласила вас у всех здесь могут там ручки или что у вас лежит под рукой и буквально позвучать то что отражается внутри как и здесь можно задавать различные ритмы различные параличные формы можно излучать из того что есть сейчас внутри а можно излучать буквально согласовывая с вдохом и выдохом и потом соответственно если это группа из этих излучаний в глинометре создается общая музыка и например если эта группа то наверное одна часть группы может звучать а другая часть группы может слушать и в одной и той же группе то может быть активная пассивная форма которая рождает определенные образы которые рождают определенные чувства ощущения и которые рождают определенные состояния которые потом как раз начинают исследоваться разбираться в его терапевтах и соответственно задача В данной форме работы найти, сейчас скажу в кавычках, гармоничное звучание. Гармоничное звучание – это буквально найти синхронию всех звучаний в каком-то определенном метре, чтобы все ритмы тех людей, которые звучат, они унестились в метре той мозги, которая создает группа. И таким образом происходит гармонизация психотерапевтического состояния и открывает возможности проявления себя в группе и нахождения места себе в группе, и это помогает обнимать те эмоции, те состояния и получать интенсивный отклик и через это чувствовать себя лучше. И это то, что касается как раз элементарной музыки. Если говорить о профессиональной музыке, то здесь мы имеем дело как раз с дисциплиной, потому что любое музыкальное произведение, оно строится по определенным правилам. У него есть определенный размер, у него есть определенное строение, структура и так далее. И здесь на самом деле мы тоже можем играть и с профессиональными музыкантами. То есть профессиональная музыка в данном случае является использованием музыки как некой дисциплины. И в данном случае мы имеем дело с определенной структурой. Например, мы можем создавать блюз. И тогда я как ведущий задаю блюзовый ритм. И каждый находит возможность проявить себя в том блюзовом ритме. Или, например, я задаю ритм вальса. И каждый ищет способы проявления себя и выражения себя в этом размере, в этом ритмическом рисунке. И здесь мы можем также определять образы, здесь мы также можем определять формы. Это может быть либо канон, либо это может быть чистушка, это может быть колыбельная, это может быть джазовая композиция, это может быть полька и так далее. То есть музыка профессиональная в данном случае является тем, что мы создаем некую музыку как дисциплину, которая работает по определенным канонам и доходам. В данном случае мы сталкиваемся с определенными правилами, которые задают метр и которые определяют форму ассоцирования. И здесь, соответственно, мы можем разбивать все это по партиям и можем буквально готовить такое музыкальное произведение. И не важно, на чем мы играем. Мы можем играть на теле с помощью своего тела, мы можем играть с помощью полицленных пакетов или мы можем играть на струнных инструментах, дуковых и так далее. И в этой связи мы работаем в первую очередь с тем, как человек может находить свой естественный способ выражения в той заданной структуре, в которой определяется музыка. Если это перевести на буквальный язык в нашей жизни, мы все живем по определенным правилам. Хотим мы, кого не хотим, у нас есть эти законы. Помимо того, что у нас есть законы времени, и утро наступает утро, и ночью наступает ночью, у нас есть законы рабочего графика, у нас есть законы каких-то социальных норм, устоев, у нас есть определенные правила, которым нам важно подчиняться для того, чтобы быть социально адаптивными людьми. У нас есть всевозможные правила, которые связаны с нашим обучением, с нашими отношениями, взаимодействиями и так далее. И в этой связи действительно, в создании такой профессиональной музыки, мы приглашаем клиентов и пациентов найти свои уникальные способы адаптации к тем существующим нормам и правилам, которые определяют поведение у человека в этом ритме, в этом размере, в этой структуре, в этой форме. И здесь открывается очень много чувств, приходит очень много разных переживаний, и мы с этим тоже вступаем во взаимодействие, исследуем и буквально тренируем и навыки. Также наряду с этим, по профессиональной музыке мы можем принимать буквально слушание профессиональной музыки в пассивной форме, которая опрекается у нас, которая направлена на переживание определенных состояний. И здесь мне как раз очень хочется сказать о следующем, что антибиотия, которая существует в той или иной музыке, ритм, метр, мелодия, она действительно влияет на наше состояние, эмоциональное состояние, естественно, влияет на наше соматическое состояние. И так было замечено, что снимает головной боль и уменьшает эмоциональное напряжение и прослушивание Коломена Загинского, который прощает не с Ролиной, прослушивание музыки Моцарта и прослушивание сюиты Хачатурена Маскарад. Снимает раздражительность, разочарование, поднимает нас над уровнем повседневности высшей сферы, такое духовное озарение, и также помогает в лечении негрозов. Это лунная соната, безоизвестная вам. Это тренки концерт Баха, музыка Генделя, контакт Мирон 2 Баха. Успокаивает, уменьшает чувство тревоги, неуверенности, прослушивание Аллы Марии. Или когда мы слушаем Вайсу Штрауса, или мы слушаем свет Луны Бюсси, мы слушаем мелодию Эльбенштейна, мы слушаем, например, люди Мазюрки Шопена. Когда мы... То есть помогает восстановить проведенное давление, текущую деятельность, а также снимает напряженность соответственно отношения с другими людьми. Потому что, действительно, когда мы находимся в таком раздражении напряжения, и в внутреннем напряжении, у нас, знаете, очень сильно влияет на отношения. Помогает как раз восстанавливать речную деятельность. Свадьба вашего Медельсона. Помогает прослушивание Баха, концерт 3 мнор и контакта 21. Бессону устраняет Сиета Пергюн, Дрига, Брёза Шумана и Кеса Чекунского. Гастрит исцеляется с помощью сонатного нерси и битхольдера. А эпилепсия лечится при прослушивании сонатного ротерта. Проведение в открытой 4.48. Улучшает зрение и улучшает память и, соответственно, улучшает умственную деятельность музыка Моцарта. И, действительно, было показано, что при прослушивании музыки Моцарта не только повышается настроение и состояние мунициплины, это очень сильно влияет на активность мозговой деятельности. И поэтому, вы слышали и найдёте и обратите внимание на то, что очень часто пишут, что для лучшего обучения детей важно для лучшего обучения у детей важно использовать вот важно слушать музыку Моцарта. И удивительно, что уже произнесённое название Сюита Перпилд-Григо нормализует работу мозга. Низуковая деятельность стимулирует музыку Бетхолма и Штрауса. А, и очень удивительная история, что народная музыка такая певучая, плавная музыка России славянская музыка. русская музыка, славянская музыка увеличивает рост растений. Для подъятия жизненного тонуса, наполняют себя жизненные силы, часто приглашают слушать Чайковского, Шопена, Бетхолена. И есть даже такое исследование, которое показывает, что уменьшает злобность и зависть такая музыка, как Петерянский концерт Баха и симхония Гайми. Вот такие исследования есть. Я знаю, что на сегодняшний момент они продолжаются и действительно составляются такие плейлисты. и более того, существуют определенные диски, где собирается музыка для снижения тревоги, для повышения настроения, для переживания равновесия и так далее. То есть это действительно такая пассивная форма лечения профессиональной музыки для лечения и гармонизации разных состояний. Так, мы извините, пожалуйста, мы идем дальше и мне хочется как раз рассказать о том, что как подействовать музыкотерапия, то есть что происходит и как это работает вообще, как это измитрия работает, почему мы говорим о том, что есть ритм, музыка и терапия. Само действие музыкотерапии состоит из нескольких аспектов. Первый аспект связан с тем, что благодаря использованию музыки мы можем диагностировать состояние человека. И музыка может носить как конструктивный, так и деструктивный характер. очень нравится эксперимент, который проводился на животных. И это проводилось на козах, где козы и одну козу завели в одно пространство помещения, где было сено и коза соответственно, и другую козу привезли в другое пространство помещения, тоже, где была сена и соответственно, в одной пространстве ставили классическую музыку, которая использует очень большой спектр и очень гармонично в своей природе. А для другой козы мы предоставили на прослушивание рок-музыку, живой металл. И определенное время они слышали эту музыку. Когда закончился эксперимент и были открыты двери, там, где звучала классическая музыка, коза была сытой довольной, она покушана всем, и вообще все было счастье, все было хорошо. Когда открыли тревое пространство, зашли к той козе, которая слушала тяжелую рок-музыку, историческими ногами, они видели, что коза мечется по пространству, и что сена так и не тронута, и прошло достаточно большое время для того, чтобы коза буквально пришла в себя и только тогда она начала кушать, не теряя потребность по сути. И действительно есть конструктивно-деструктивные аспекты музыки, поэтому музыка может лечить, так и калечить. Но мы сейчас говорим про первый диагностический аспект. И например, для музыкотерапевта очень важно понимать, какую музыку слушает клиент, и на какую музыку он откликается, что является отражением его внутреннего состояния, музыкотерапевта. Какая музыка звучит в его плеере, какая музыка сопровождает его в разные дни, соответственно в разные периоды дня, какую музыку он использует для восстановления, для расслабления и именно понимание ритмической структуры музыки помогает музыкотерапевту понять, в каком психоэнтерном состоянии находится клиент. И благодаря отражению и благодаря тому, что клиент говорит о том, какая музыка откликается, мы можем через музыку обратить внимание на те телесные ощущения на те психоэнтерные состояния, которые являются актуальными переживаниями для данного клиента. И соответственно исходя из диагностики мы начинаем подбирать то, что может поддержать клиента. То, что может помочь ему вернуть в себя состояние равновесия. И действительно, как я уже говорила, важно объяснять и важно говорить, потому что корабль вновь очень сопротивляется. Всегда таким историем и исследование показало, что если человека резко дернуть и заставить слушать ту или иную музыку, он начинает очень сильно сопротивляться, его психоэнтерное состояние ухудшается. Поэтому это действительно работа связанная с тем, что мы начинаем подбирать для клиента, пациента, подбирать то музыкальное произведение, то звучание, которое направлено в первую очередь на гармонизацию, то есть даже экологичную гармонизацию для человека. И потом, соответственно, если это пассивная форма музыкотерапии, тогда мы приглашаем к слушанию музыки и нахождению контакта и отражения этой музыки. Диалог, изучение, исследование, обращение внимания на разные состояния и прочее. прочее, прочее, прочее. И это действительно могут быть определенные сеансы новых терапий, когда люди приходят, садятся, включаются музыки, слушают, и потом снимаются психоэнтерапии, снимаются показатели психоэнтерапии состояния и, соответственно, ведется разговор на тему, что происходило, что человек чувствует, какие мысли пришли, какие образы, какие истории развелись и так далее. Воспоминания из жизни и так далее. Это один номер. И в другой момент, когда мы приглашаем к активному использованию музыки, и мы приглашаем клиента выбрать инструмент, приглашаем клиента выбрать определенный ритм, найти этот ритм и, соответственно, начать замечать. И здесь, в данном случае, вы, как музыкотерапевт, являетесь помощником для клиента для того, чтобы музыку довести до такого равновесного состояния, то есть, чтобы она звучала и откликалась для клиента, и, если говорить языковым дизаймом, искусство, она была красивой для него, благоозручной для него. И это очень такая важность. Если говорить в общем омнотисти музыкотерапии, то мозготерапия очень часто используется для того, чтобы активизировать эмоции в ходе вербальной терапии, для того, чтобы развить навык личностного общения, например, можно с помощью инструментов или с помощью звучания поисследовать особенности коммуникации между клиентами или другим человеком. Например, терапия тоже играет в инструменте, приглашает клиента вместе играть, и тогда происходит исследование в том, как выстраивается коммуникация. Соответственно, музыкотерапия, как я уже говорила, регулирует влияние, регулирует психоэффективные процессы, снимает раздражение, восстанавливает силы и так далее. И, конечно же, музыкотерапия приглашает нас к прекрасным физическим образом и приглашает нас через звуки к удовлетворению своих эстетических потребностей, когда действительно открывается мир и открывается переживание мира в той удивительной данности, в той удивительной красоте, которая может передать только звуки. И при процессе морпотерапии мы, конечно, используем различные ритмические и раздельные приемы. И нам нужно знать, что однородный ритм без контраста вредительности создает ощущение равномережности движения. И поэтому для того, чтобы себя восстановить, например, если у вас был очень рваный день и вас очень сильно раздергивает, достаточно начать дышать равномерным ритмом. Вдох на 4, выдох на 4, вдох на 4, выдох на 4. Или найти музыку, в которой есть очень такой однородный ритм. Нерванный однородный ритм. Например, нервая свою музыку, очень хорошо восстанавливает состояние, потому что есть однородный ритм. И вы поведение, которое тоже имеет однородный ритм. Следующее, это важно понимать, что существует такой финал тяготиме в большей длительности, которая связана с восприятием образа. Когда есть такое тяготиме, то это приглашает нас к такому нерегулярному ритму. Труксирный ритм. Например, или ритмических прогрессий, или серий, или ритм нерегулярному торможения. И на самом деле эти ритмы очень часто используются для выражения обостриму эмоционального или успокоения. И эти же ритмы присутствуют и в нашей походке, и в нашей речи. И действительно, когда мы очень сильно волнуемся, наша речь может быть очень такая рванная. когда мы начинаем говорить и забываем, что говорим, потом прерываемся, ну и так далее. И когда мы находимся в нижней возбуждении, мы начинаем говорить, и наш голос становится все громче, 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 и на то мы кричим, я не кричу. Это на самом деле такая важная вещь, поэтому это тоже можно использовать для выражения в нижней состоянии. И любой симметричный ритм создает ритмическое равновесие. И неудобная ритма создает ощущение устойчивости, преудобной текучести и плавности. И, соответственно, когда мы используем музыку, нам очень важно понимать ритмическую выразительность для того, чтобы пригласить сохраниваться нашего внутреннего состояния. Я вижу, что наше время уже внести к завершению. И как будто вам совсем не осталось время на вопросы. И поэтому сейчас хочется пригласить вас задавать вопросы или ваши отклики от того материала, о котором я вам рассказывала сегодня. Ирина Валентиновна, у нас во время вебинара было несколько вопросов. И чуть-чуть... Извините, пожалуйста, я просто настолько увлеклась говорением. Прошу прощения. И вы здесь взяли на 5 минут. Прошу прощения. Я буду отвечать. Буду отвечать. Вот так я увлекаюсь, когда я говорю про мифовую музыку. Есть и такая история. Почему нам хочется петь детские песенки? На самом деле здесь мы можем говорить о том, что... Ну... Есть такое комментие, как внутренний ребенок. Мне очень нравится фраза, которая как-то очень объясняет, почему объясняет наличие нашего отчетного ребенка. Знаете, уважаемые слушатели, мы с вами развиваемся благодаря делению клеток. И то, что мы сейчас с вами такие большие выросли, не важно сколько там нам лет, это происходило последовательно. И поэтому все то, что... было в нашем детстве, нам это уже помнится. И в то иное состояние нам очень хочется... Нам очень хочется вернуться в то... Беззаботность, спонтанность, выразительность. Именно детские песенки, они приглашают к такому творческому восприятию мира. К радости. Очень радости. Интересы, радости, познавательности. Поэтому... Уважаемые, наверное, как-то хочется, наверное, дать место радости. Поэтому хочется петь детские песенки. И таким образом, ну, буквально брать за руку свою маленькую однику, да, и блять не по пространству мира. Это очень-очень полезно и всем взрослым очень важно слушать и петь детские песни. Пение мантр и молитв действуют таким образом. Во всех мантрах и молитв есть повторяющийся однородный, равномерный ритм, который как раз и воздействует на психоимпоментное состояние человека. И именно звукосочетание мантр и молитв, это словосочетание, артикуляционное сочетание, оно приглашает к выражению определенного состояния. И поэтому и мантры, и молитвы, это научно доказанный факт, он гармонизирует состояние клеток. Гармонизирует состояние на клеточном уровне. Есть шамар и, конечно, бубны. Действительно, звук бубна, звук барабана, использовали для, как колокольный звук, для очищения. Нельзя сказать, что они забывают ритм болезни. Но на самом деле они создают определенное ритмическое состояние и организмные системы начинают строить резонанс. И таким образом происходит отреагирование и фатастическое отражение и выражение. И когда я сама играю в бубен, когда я сама глючу бубны на бубен, когда я сама играю в барабаны или когда я слушаю барабаны, на самом деле и в том каком случае происходит резонирование и согласование внутренних систем и мы начинаем гибрировать. Через эту вибрацию происходит очищение, освобождение и отреагирование. Вот таким образом работает. Поэтому очень полезно играть на барабанах. Очень приглашаем на любые барабанные джемы. Это очень заряжает энергией и очень дает много сил и очень приглашает к такому переживанию собственной силы боли. Угу. 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 Так. Грик и Чайковский влияют, я повторю. Грик и Чайковский влияют на работу мозга. Они активизируют работу мозга и соответственно восстанавливают состояние такого равновесия, активного равновесия в жизни. То есть это наполняет себя жизненной силой, улучшение самочувствия, активности, настроения, вдохновения и творческая энергия. Ну вот как-то так. Равномерное дыхание необходимо для того, чтобы сразу восстановить этот ритм. Поэтому это будет недолго. Потому что равномерно дышать на самом деле постоянно невозможно. Да, оно восстанавливается равномерно, когда мы приходим в состояние равновесия. Если, например, вы видите человек, который находится в глубоком сне, он дышит очень ровно. Вдох, выдох. Если мы к нему начинаем присоединяться с этим вдохом и выдохом, мы начинаем высыпать. Я говорю о равномерном дыхании как приглашение, на самом деле, управления, как приглашение к управлению в своем эмоциональном состоянии. И равномерное дыхание, спасибо огромное за... Огромное спасибо за комментарий, потому что... Потому что действительно сначала нужно делать такой дневный выдох, а потом приглашать к равномерному дыханию. Да, например, вдох на два, выдох на четыре. Значит, на самом деле лучше сначала выдохнуть, а потом уже делать два равномерных вдоха, а потом вдох на два, выдох на четыре. Очищение... Так, Светлана, вы задали вопрос, что значит очищение в смысле звуков нашего тела? Ну, буквально, когда... нас плакали, да? Голосили. Рыдали. И эти рыдали такие вот, бывают... Ну, они еще разные бывают. И вот, когда наше тело содрогается и начинает издавать звуки, начинает выражать звуками, таким образом происходит отреагирование. И в этот момент происходит, если говорить на мышечном уровне, происходит снятие этого спазма, муциального спазма. Наши мышцы, наши эмоции живут в наших мышцах. А Шаман знает, как кому какой ритм подобрать, потому что он присоединяется к ритму клиента и начинает слушать ритм его переживания. Это действие кинестетической эмпатии, которое является проявлением действия зеркальных нейронов. Ну, об этом, наверное, в следующий раз. Так, что у нас еще? А, если мигрень, значит, плана Сагинского, ну, я думаю, что для того, чтобы действительно справиться с мигренью, ну, как-то, ну, возможно, слушать плана Сагинского, то есть он работает, главное, более. Но для того, чтобы действительно справиться с мигренью, важно понять психоэмоциональную природу мигренья. мигрень, она всегда связана с, это психосоматическое, это, как бы, одна земля из психосоматического воспаливания. Поэтому здесь важно понять про эмоциональный компонент, да, от чего происходит экусивное напряжение главного мозга. Так, я не успеваю. Так, где можно найти более подробную информацию по лечению с магических проблем разными музыкальными произведениями? Эта информация существует, то есть можно набрать в поисковых системах, в Google, Яндексе есть специальные сайты, и, в принципе, они обычно сразу выдают. И существует книга, существует книга, так она называется, музыкотерапия, где как раз прописаны все эти, там, это сборник, где как раз прописаны всевозможные исследования. Исследования продолжают повторяться, и многие институты, и многие кафедры занимаются этим. Поэтому эту информацию можно найти, она не закрыта. То есть достаточно будет награда в поисковой системе, и вы найдете эти вещи даже по подборкам. Рапорт, это не рапорт, это физическая эмпатия, это не рапорт. Это более глубокое противнение, более глубокое присоединение к множественным переживаниям к агентам. Да, и они как раз напоминают о том, чтобы я не забыла проанонцировать профиль драйв. Раз мы уже заговорили про сертальные нейроны, и про психоскатические заболевания всевозможные, то в итоге планируется семинар, который будет так и будет называться «Психосоматика и арт-терапия. Точки встречи», где как раз на этом семинаре мы будем говорить о механизмах поддействия всевозможных архитных искусств на изменение эмоциональных состояний, которые как раз и приводят к отречению психосоматических заболеваний. И вам огромное спасибо. Это сборник, он так и называется, «Музыко-терапия», если говорить про книгу, это сборник. И хрестоматия «Музыко-терапия», поэтому там нет автора, там собраны различные статьи по тому направлению. И у меня в чате указала ссылку, где как раз есть анонс следующего семинара. Огромное вам спасибо за отклики, и я была очень рада встрече с вами. «Музыко-терапия»